Всем привет! Добро пожаловать на канал PUNLINE! И сегодня на канале будет полезный обзор на очень классную вещь, которая наконец-то появилась в моем доме. Насколько я хотела его и насколько он оправдал мои ожидания. Это робот-мойщик окон. У меня это от VEL ZORA Z6. Пришел он вот в такой интересной коробочке и здесь достаточно много всего уместилось. Здесь, конечно же, инструкция, запасные тряпочки, которые я уже просто пользовалась им. Сейчас для видео аккуратненько уложила. Их достаточно много, потому что во время использования робота, для того, чтобы он хорошо мыл окна, нужно использовать много достаточно тряпочек. Но об этом попозже я вам все покажу и расскажу. Сам робот, который выглядит нереально стильно, мне очень понравился его дизайн. Такой интересный цвет. Кстати, он достаточно прост в использовании. Также у робота есть специальный трос, который ему необходим. И во время его работы нужно обязательно пристегивать робот куда-нибудь, чтобы он у вас, не дай бог, не отвалился. Запасные две насадки для тряпочек, чтобы они крепились к роботу. И вот здесь в отдельной коробочке пульт от робота, который я, кстати, то ли потому что мне уже 30, то ли не знаю почему, до сих пор храню в пакетике. Напишите, кто так же делает. Провод, через который робот работает. Ну и давайте я вам чуть-чуть поближе покажу. С внешней стороны у него специальная дручка, за которую ставите на окно и снимаете с окна. Большая кнопка включения, паузы и выключения. Вот сюда крепится провод, который прикручивается, благодаря чему не разъединяется, когда робот ездит. Ни при каких, по крайней мере, такого не было. Ну а с обратной стороны идут две щетки, достаточно большие. Здесь вот так вот легко снимаются насадки. И так же легко одевается. Одним из главных пунктов, почему я выбрала именно этого робота-мойщика для окон, это его цена. Кстати, все ссылочки на него я оставлю внизу в инфобоксе. Посмотрите, его можно заказать на маркетплейсе. Там же можно почитать отзывы и более подробную информацию. Цена по сравнению с другими роботами-мойщиками, конечно, была на порядок дешевле. Но по качеству уборки он ничем не отличается от других. И я в этом уже убедилась, я уже помыла все свои окна. И самое главное, для меня был плюс, вообще, зачем я захотела себе мойщик окон. У меня есть два балкона и две комнаты с большими окнами. И вот на одном балконе у нас сделаны два глухих окна, которые не открываются. И я не могла их никак помыть. Не получалось так вылезти из другого окна. С большой высоты было страшно. Теперь у меня чистые окна на кухне. Крепко. Питание включено. Самое главное, трос закреплен. Я его отсоединила. Вот такой у нас результат. И вот такие у меня получились окна. Очень я рада. Смотрите. Все чистенько. И тряпочки все я сняла. После каждой уборки их нужно мыть, чтобы они не оставляли разводы на окнах. Сейчас я их закину. У меня еще в запасе остались еще тряпочки. И буду собирать робот на место на его. Надо бы придумать ему, кстати, место. До этого я уже слышала про бренд от Вэл. А точнее, про их пылесосы. Были положительные отзывы. По качеству он не уступает другим. То есть, основная его задача хорошо мыть окна. Он с этим справляется. Достаточно сильно присасывается к окнам. У меня ни разу не было случая, чтобы он отвалился. Сцепление с окном у него одно из самых крепких. Помимо этого, у него очень длинный трос. И в моей квартире у меня получается везде его спокойно закрепить без всяких проблем. Также в комплекте идет 12 тряпочек вот этих, которые абсолютно не лишние. И можно уборку сделать сразу не одного окна, а сразу всех. Потому что если использовать грязные тряпочки, понятное дело, грязь будет вся размазываться по окнам. Поэтому нужно использовать чистые. И вот в комплекте 12 штук, которые позволяют как раз за раз все помыть. Этим роботом можно дистанционно управлять пультом, как я и сказала. Ладно, ради вас все-таки достану его из упаковки. И, кстати, сразу в комплекте шли батарейки. Каждый раз вот это отмечают. Потому что если в комплекте уже идут батарейки, это уже большой плюс. Это значит, что подумали о покупателе. У робота три режима мойки. Помимо этого, резервная батарея на 30 минут. Управление вообще этим роботом достаточно простое. Я разобралась, наверное, минут за пять. Если у вас грязное окно, моем мы его в три этапа. Первый этап. Мы берем мойщик окон, робот-мойщик окон. И устанавливаем абсолютно сухие тряпочки. И в таком виде он начинает свой первый путь по вашему окну, так скажем. После того, как робот прошелся один раз по вашему окну, он останавливается и сдает специальный звук, чтобы вы его с ним что-то сделали. То есть забрали или еще как-то запустили. То есть он дает о себе знать. Мне понравилось, что я его поставила и пошла заниматься своими делами. Потом он мне просигнализировал. Я пришла и переставила все, что мне нужно было. Вторым этапом мы разбрызгиваем средства для мытья окон на вот эти тряпочки. И запускаем второй раз. И третий этап. Мы меняем тряпочки на чистые и сухие. И запускаем третий раз для параллеровки окна. После всех этих манипуляций окно у вас становится просто нереально классным. Этот робот означен интеллектуальной навигацией. Если по простыми словами, то он моет всю площадь вашего окна, не оставляет грязные места. В конце уборки, что меня порадовало, потому что у меня это робот мой первый, и я не знала, как потом снимать его. Робот возвращается после уборки вместо старта. То есть откуда вы его прикрепили. Это вообще супер. Если нужно как-то им подрулить, то пользуетесь специальным пультиком и направляете его куда вам нужно. Помимо трех основных автоматических режимов. Один квадратный метр Zora Z6 моет за 3,6 минуты. Обычно роботомойщикам требуется где-то 4-5 минут на один квадратный метр. То есть он работает достаточно быстро. Длина троса и провода 5 метров, что позволяет мыть даже панорамные длины окна, как у меня. Можно использовать и на безрамных поверхностях. То есть у окна всегда есть какое-то очертание, понятное дело. Ну, например, на стекле в ванной, если у вас душевая, тоже его можно использовать, потому что у него есть специальные датчики, которые не позволят ему сорваться и вовремя остановят его, направят в другое место. И еще один из плюсов, резервный аккумулятор на 30 минут, что это обозначает, если во время его уборки случится перепад света, отключатся пробки и так далее, то робот еще будет работать 30 минут и не будет выключаться и срываться с окон. Также он будет подавать аварийный сигнал. Почитать отзывы, узнать под более подробную информацию вы можете внизу по ссылочкам в инфобоксе. Так что обязательно заходите. А я на этом буду заканчивать. Большое спасибо за просмотр. Надеюсь, что этот обзор будет для вас полезен. Желаю, чтобы уборка была только в удовольствии.